Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна Севаченко и это канал «Знания для жизни». Сегодня уже как пятый день проходит акция на пограничной территории Литвы с Белоруссией. И сегодня мы пригласили в гости непосредственного участника и одного из организаторов этой акции Веронику Мищенко. Вероника, здравствуйте! Здравствуйте, Таня! Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, что это за акция? Это общая акция с Павлом Латушко и с польской диаспорой. С которыми мы вместе решили требовать санкций, требовать освобождения политзаключенных и открытия наземных пунктов пропуска. Для этого мы решили поставить лагерь возле белорусской границы в пункте пропуска Меден-Кай, чтобы все проезжающие видели нашу решимость в том, что мы готовы перекрыть, блокировать дороги, перекрыть движения, если эти требования не будут выполнены. Эта акция в первую очередь нацелена на то, что нас услышит и увидит Евросоюз. 14 числа будет обсуждение в Евросоюзе повестки по Беларуси. 15 числа Еврокомиссия будет писать резолюцию к Байдену, к встрече его с Путиным, в которой мы надеемся, что будет стоять, кроме повестки Украины и Китая, повестка Беларуси. Мы надеемся, что нас услышат Евросоюз и Байден, что санкции будут введены. Это будет дополнительно очень сильное давление на Лукашенко, в том числе и по выпуску политзаключенных. Ну и, конечно, наша задача Лукашенко должен уйти, поэтому все это одно перекликается с другим. Для этого сделан лагерь. Скажите, отношение полиции к этому лагерю, приходит ли она туда, запрещает, разрешает? Что происходит? Да, замечательный вопрос, потому что вчера как раз ОНТ выпустила сюжет, где мы общаемся с литовскими полицейскими. Не только с полицейскими, но и с начальником погранзаставы. Там присутствовал как раз литовский ОМОН. Очень было приятно посмотреть и сравнить белорусский и литовский ОМОН. И вот доброжелательность, законность, то, с которой литовские полицейские к нам обращались, они были очень показательные. Я надеюсь, что, может быть, белорусские, как их назвать правильно, каратели, посмотрят, как должны вести себя, в принципе, правоохранительные органы. Вы тут делаете эту акцию, вас видят, вас слышат полностью и очень хорошо. Это не город. Вероника, сколько планируется эта акция по времени, ее продолжительность? Ну, на сегодняшний момент, то, что я могу сказать, лагерь будет стоять до 14-го числа, именно до того, на которое мы рассчитываем сделать блокировку дорог. Как будет дальше? Возможно, мы этот лагерь масштабируем, мы вчера тоже про это говорили, на другие пункты пропуска. Сейчас все зависит от того, сколько волонтеров смогут дежурить в различных лагерях, смогут ли они дежурить в одном лагере или в трех, как планируется, потому что все-таки это в первую очередь, ну, погода влияет, безопасность влияет. Мы видим, что уже непонятные личности там появляются в этих лагерях. Ну, на сегодняшний момент это точно, что лагерь будет до 14-го числа. Дальше, ну, возможно, до победы, до того, как там уже соберется 150 джипов, чтобы вернуться в любимую родную Беларусь. Как вы думаете, дадут ли литовские власти разрешение на блокировку дорог на границе? Да, вот этот вот вопрос очень интересный, потому что именно этот вопрос вчера мы сыровали государственные помойные СМИ. Дело в том, что, как нам объяснили полицейские, это действительно трасса, это одна из самых основных трасс европейских, по которым идет транзитный трафик. И в какой-то мере это, наверное, ну, скажем так, вредит там бизнесу, вредит литовской экономике. На самом деле здесь такой вопрос спорный. Нас очень сильно поддерживают дальнобойщики. И на самом деле там действительно очень большие очереди. И здесь стоит в первую очередь вопрос скорее не экономический, а вопрос безопасности. То, о чем нам вчера говорили полицейские. Чтобы ни в коем случае не пострадали ни мы, как пешеходы, ни водители, чтобы не было никаких ДТП. На этот вопрос нам ответили, что в принципе, в принципе, это разрешение вполне возможно, потому что Литва очень сильно поддерживает Беларусь. Литва сама в свое время боролась 17 месяцев для того, чтобы завоевать свою свободу. Только у нее тогда был монстр уже Советский Союз, а у нас Россия. Поэтому они понимают все то, что мы делаем. И очень сильно нас поддерживают. Мы сегодня обратимся в том числе в СОИМ для того, чтобы это было политическое решение. Но опять-таки спасибо дальнобойщикам. Мы узнали от них очень много, что в принципе здесь никакого урона не наносится. И не будет экономического урона. И я думаю, на фоне этого всего, да, разрешение будет получено. Вопрос, насколько это будет, там, на несколько часов или на сутки. Вот этот вопрос, наверное, стоит на повестке в первую очередь. Не будет ли дано разрешение, а насколько оно будет дано. Потому что в Литве это страна, в которой все подчиняются закону. И здесь очень важно его соблюсти на всех, скажем так, уровнях. И в том числе, почему мы вчера не вышли на дорогу, когда нас попросили согласовать это все. Потому что мы понимаем, что это будет политический прецедент в первую очередь для граждан Литвы. Как нам объяснили в свое время там возле посольства, что те же литовские граждане, им потом спросят, почему то, что литовцам не разрешено, разрешено белорусам. Ведь несмотря на то, что мы не граждане, вчера приехала полиция для того, чтобы нас обезопасить, дать нам разрешение высказать свою политическую точку зрения, выразить свою политическую волю. Поэтому да, разрешение, я думаю, что будет дано. Ну а здесь уже идет в какой мере и на сколько это разрешение будет дано. Вот вы говорите, что вчера не было перекрытия дорог. Но однако мы видели кадры, где участники акции стоят на дороге. Ну здесь опять-таки, было перекрытие или не было перекрытия. Если на самом деле, в реальности, перекрытие было, единственное, это было кратковременное перекрытие дороги, которое нам дали разрешение литовские власти, несмотря на то, что эта акция была не согласована, для того, чтобы показать политическую волю белорусов, это была акция, скажем так, акция предупреждения, что вот что будет, если не будут введены санкции. Вернее, если точнее уже уточнить конкретно, это была, скажем так, уже короткая такая акция обращения к тому же Евросоюзу, чтобы увидели нашу решимость, что когда будет дано разрешение, мы готовы, в принципе, в этом лагере стоять до победного конца, мы готовы перекрывать все пункты пропуска и, выйдя на дорогу, мы уже показали, что каким образом будет проходить эта акция, как она будет проходить и то, что после того, как будет дано разрешение, вот мы уже будем здесь на дороге. Поэтому спасибо большое, огромное спасибо литовским полицейским, литовским пограничникам, которые поддержку белорусов разрешили именно выйти нам на дорогу, обезопасили нас от движения, помогли нам обратиться к Евросоюзу хотя бы кратковременно, ну и остаться в этом лагере уже для того, чтобы дождаться решений и полностью перейти на блокировку. Спасибо большое. Друзья, уважаемые диаспоры, белорусы других стран, обязательно присоединяйтесь к акции солидарности, выходите тоже на границе с Беларусью, если вы находитесь в Латвии и Украине, в России. Всем вместе мы сила. Да, мы тоже хотим поблагодарить диаспоры, которые уже выражают, мы хотим поблагодарить всех водителей, которые поддерживают нас, которые готовы терпеть неудобства ради того, чтобы Беларусь быстрее стала свободной, ради того, чтобы людей не истязали в тюрьмах. И любая поддержка очень важна для нас, тем более, что сегодня мы узнали, что Украина присоединяется к этой акции. И я думаю, что это очень действительно, очень сильная акция солидарности белорусов здесь, снаружи. Поддержку тех, кто там внутри остался в этом концлагере Беларусь, который вот у нас есть на кадрах. Беларусь. 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 Продолжение следует...